МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всю эту неделю общественность России ждала, какое обвинение предъявит следствие футболистам Кокорину и Мамаеву, которые осваивают сейчас московский СИЗО. Если по сравнительно легкой статье они пойдут, по бои, то покровители футболистов, считается, взяли вверх над законом. И если же по тяжелой статье Уголовного кодекса хулиганство, то значит, перед законом все-таки все равны. В этом околофутбольном тотализаторе не угадал никто. Обвинение предъявлено по обеим статьям о том, что футболистов ждет дальше наш корреспондент Дмитрий Барбаш. Это Кокорин и Мамаев попросили журналистов остаться на улице. Поэтому в зале только друзья, близкие адвокаты. Футболисты на экранах мониторов, трансляция из бутырки. Постановление Тверского районного суда города Москвы оставить без изменения. Апелляционную жалобу защитника адвоката без удовлетворения. Признали свою вину, готовы возместить ущерб и не представляют угрозы для общества. На служителей Фемиды эти аргументы защиты не подействовали. Из СИЗО футболистов под домашний арест не отпустили. Не помогли даже слезы Александра Кокорина. Нападающий не совладал со своими чувствами. Вам, Кокорин, понятно? Да. Судебное заседание закрыто. До 8 декабря их дом Бутырка, где футболисты потихоньку обживаются. После карантина переехали в двухместные камеры. Как выяснили журналисты, полузащитнику Краснодара досталась камера не новая. А нападающий из города на Неве поселился в только что отремонтированный. Откуда уже отвечает поклонникам. Кокорину сняли карантин в СИЗО, и он ответил на мое письмо. Кокорин молодец какой, реально отвечает людям на письма. Теперь они могут брать книги из библиотеки и заказывать еду из меню изолятора. Но за деньги. Ева Меркачева одной из первых навестила Кокорина и Мамаева в СИЗО. Правозащитник рассказывает, в Бутырке есть прекрасный спортзал, куда уже изъявили свое желание ходить в звезды российского футбола. Он такой, знаете, еще очень стильный, потому что располагается в одной из башен. И там все очень красиво, и сделано в таком стиле лофт, плюс вот эти древние стены, весь этот антураж сохраняется. Там неплохое оборудование достаточно. Там, в принципе, прекрасно проводить время. Есть душ, можно принять, это дополнительная возможность, потому что на сегодняшний день каждый арестант имеет право помыться только раз в неделю. Таких порядков в Бутырке сегодня нет. Зато футболист Мамаев по количеству татуировок не уступает киношному доценту. Наколки помогают не только на футбольном поле, но и на нарах, считает юрист и знаток криминального мира Евгений Танков. Так что игроки на зоне не пропадут. Это же дракон. Дракон же может кусить, съесть. Он может изрыкнуть огонь, который сожжет оппонента. Те люди, которые по составу хулиганства приходят на места лишения свободы, ну это уважаемая статья, потому что, опять же, это подчеркивает, что человек сильный, он способен конфликтовать, способен выдерживать конфликт, действовать внутри конфликта. Футболисты сидят, а денежки идут. Корреспонденты Арти подсчитали. При зарплатах около трех миллионов евро в год. Как Корин и Мамаев за время, проведенные в Бутырке, уже заработали более десяти миллионов рублей. А на воле они стали брендом, объясняет Игорь Прокудин. Помимо ютуб-каналов появляются различные пранкеры, создаются различные мемы, которые в том числе и в рекламных целях могут быть использованы. Пользователям важен абсолютно любой хайп сегодня. И вопрос этики и морали он просто не стоит, если мы посмотрим вокруг. Поэтому это повсеместно делается, и да. Но в основном, наверное, это больше медиапространство. А еще на них делают ставки. Букмекеры принимают деньги на то, дадут спортсменам условный или реальный срок, и в каком клубе они продолжат свою карьеру, если продолжат. Самая популярная ставка, что ребята получат условный срок, имеет коэффициент 1.90. То есть если вы поставите 100 рублей, то ваш выигрыш будет 90 рублей. То есть назад вам заплатят 190. То есть 90 рублей это будет чистый выигрыш. Ставки принимаются чисто символически, условно, 500 рублей, 200-300 рублей. Самые большие, наверное, ставки на это событие в районе 1000 рублей. Пока суд да дело. Александр Кокорин и Павел Мамаев вполне могут попасть в российскую сборную заключенных. УФСИН постоянно проводят турниры среди стюрем и СИЗО. Аншлаг на матчах обеспечен. Такие мастера за колючей проволокой – большая редкость. Дмитрий Барбыш, Нахид Бабаев, Евгений Рёмин, Сергей Вербицкий, Ольга Соловьёва. Программа «Вместе. Россия».